Всем привет! Я сейчас нахожусь в Украине, я приехала забрать малышню. И расскажу вам короткую историю о том, как можно лохануться, или, я не знаю, или меня обманули, я еще буду разбираться. Но я уже сделала для себя определенные выводы. Вообще, мальчики здесь были около двух недель в общей сложности. Захар вообще отлично разговаривает на русском языке, все-таки с акцентом, но я в шоке, насколько вот все то, что у него где-то там за все эти годы откладывалось в памяти, и то, как он вообще все быстро схватывал здесь, как это все вылилось в речь. Говорит предложениями, а Игнаша раз так, раз так, но он все прекрасно понимает. Я покупала билеты за месяц, даже больше, 19 июля. Сюда только для себя и обратно для себя с малыми и с багажом. В общем, мне пришло подтверждение того, что да, все оплачено, все нормально, и тогда я думала, что все окей, но я уже совершила ошибку. И если вы куда-то покупаете билеты, обязательно заходите на официальный сайт авиакомпании и делайте это только так. Я воспользовалась skype.pl, я оставлю ссылку внизу, чтобы вы знали, потому что я опубликовала свою ситуацию в Инстаграме, и многие жаловались, и также блогеры рассказывали о том, что они не могли улететь из-за границы, так как покупали билеты через них. Ну, в общем, смотрите, перед вылетом сюда я зарегистрировала себя на рейс, и то до 10 часов вечера, у меня рейс был 12, я не могла этого сделать. И тогда я уже начала сомневаться, все ли окей. В общем, поздно вечером мне прислали мой посадочный, я его распечатала, и сюда прилетело, но меня как-то немножко передросло. Почему так поздно, и почему раньше не было такой функции. А себя с детьми обратно я зарегистрировать не смогла, то есть не было такой как бы функции на сайте. Думаю, ладно, уже как-то буду разбираться на месте. Короче говоря, завтра вылетать, я сижу, и целый день опять же не могу этого сделать. Я попросила, чтобы в Польше позвонили, уточнили, все ли нормально вообще, что это такое. Вот, и написала им три имейла за все это время, ни ответа, ни привета. В конечном итоге в 10 часов вечера мой друг дозвонился туда и сказал, что такой регистрации нет. А я каждый день, и вот тогда тоже в этот же день я проверяла статус регистрации, да. Типа, все нормально, мы скоро вам все пришлем, мы скоро вам все пришлем, ждите. И даже был небольшой апдейт, типа, еще чуть-чуть, и вы получите посадочные и так далее. В общем, и в 10 часов вечера оказывается, что у нас нет билетов обратно. Единственное, что я еще не проверила в своем банке, сняли с меня оплату или нет. Ну, в общем, меня вчера так перетросло из-за этого, просто, понимаете, есть свои какие-то планы. А если бы у меня был дальше куда-то рейс, Илья, ну, не знаю, бывают, знаете, какой-то очень долгий перелет, и это было настолько неприятно. И хорошо, что мы такие туда дозвонились спустя там много-много времени. А если бы я приперлась в Борисполе туда на минуточку ехать полтора часа, здесь у меня машины нет. То есть, или общественный транспорт, то еще удовольствие летом, или, то зимой тоже, в принципе, с детьми, знаете, с двумя этими чемоданами. Если бы я туда приперлась, и мне сказали бы, что девушка или там женщина, неважно, а ваших билетов нет. Нормально? Короче говоря, нам сказали, что вы можете пожаловаться, и вам вернут деньги, если их сняли. А если даже вернуть деньги, да, то мне пришлось все равно купить билеты в два с половиной раза дороже. И прилетаю я не в Краков, а в другой город, нужно искать кого-то, чтобы нас встретили. Знаете, приятного в этом мало. И я вчера просто зашла на визерком и спокойно себе купила билеты. Это было настолько, знаете, стрессово, что я просто начала прокручивать в голове себе ситуацию, что я в аэропорту с детьми, а мне говорят, что как бы нет. А если бы у меня рейс был в 6 часов утра, потому что есть и такие ранние рейсы, то есть ты полночи не спишь, берешь с собой детей и так далее. Приезжаешь в аэропорт, а тебе просто говорят, что вот как бы ссори. Есть еще ситуации такие, что ты не помещаешься на рейс. Недавно было такое у Томака, и ему авиакомпания вернула 400 долларов. Но когда ты покупаешь билеты именно через авиакомпанию, тебе хоть есть к кому обратиться. А если это посредник, так как в моем случае случайно вообще получилось, то в принципе ты можешь никому не дозвониться, ты можешь ничего не отвоевать и как бы разведут руки и скажут, что ну извините. Так что вывод один для меня, и я надеюсь, что для кого-то это также будет опытом подружки виртуальной, что покупать только через проверенные официальные сайты авиакомпании. Потому что не дай бог что-то произойдет, некуда будет стучаться в дверь и возмущаться кому-то там что-то высказывать и требовать. Но из хорошего мы улетаем всего на день позже и дальше выходные. Так что ничего страшного, я поделаю все свои дела в субботу, Томик останется с детьми. Так как я нахожусь у мамы, я уже давно обещала вам показать ее фавориты. В сторис у меня в закладке уход я сохранила именно уходовое средство. А сейчас быстренько пройдемся по ее любимой декоративке. И вы сами заметите, что реально это такие любимцы, затертые до дыр. Пойдем. Не прошло и полгода. Я как-то так замоталась с детьми, что только сейчас добралась до косметики. Итак, фавориты моей мамы из декоративной косметики. Начнем с тональных основ, потому что на сухой возрастной коже не все хорошо выглядит. Поэтому я всегда выбираю что-то улажняющее, что-то легкое. Что-то, что просто, так знаете, естественно смотрится на коже не как маска. Самый легкий тон, супер сияющий от Armani Maestro Glow. У мамы сейчас вторая баночка ей привезла. И я думаю, что весной и летом этого будет слишком. Так что на более холодное время. Ничего в люксовом сегменте именно с таким финишем я не встречала. Дальше. Два средства, которые дают среднюю плотность покрытия. И в принципе они очень похожи. Хорошо увлажняют. И вообще в любое время года неплохо себя ведут. Вот это средство мне категорически не подошло. CC-крем с SPF 50. Здесь физический фильтр от It Cosmetics. Зато вы видите, что у мамы он идет на ура. Мне он темноват, несмотря на то, что это оттенок light. А для нее отлично. Мне он западает в поры. А у мамы на лице выглядит так, как будто это вообще какой-то другой тон. Я никогда бы не сказала, что это он. Такой же финиш среднюю плотность покрытия дает вот этот от клиник. Здесь из PF 15. Я думаю, что его достать гораздо проще. Он на мне выглядит очень красиво. Что касается консилеров, то я могу сказать, что Estee Lauder Double Wear Light. Что-то там вот этот в ручке, знаете, такой очень классный. Вот этот от Хелена Рубинштайн дает чуть более плотное покрытие. Вы не пугайтесь цены, потому что здесь 15 миллилитров и хватает его на очень долго. Похож на Clorans, но более удачные оттенки, как мне кажется, у меня такой же. И не подчеркивает морщинки. Мама его не закрепляет никакой пудрой. Я даже бейкинг с ним делаю обожаю. Обожаю. Просто всем сердцем люблю. И когда у меня закончится, я повторю эту покупку пудры. Честно говоря, моя мама не каждый день пользуется тональными средствами. Если она что-то наносит на лицо, то чаще всего это именно пудра от MAC. Я много вам рассказывала. Это минеральная пудра, минерализированная. Потому что это не полностью 100% такой натуральный состав. У нее такой сатиновый финиш. И если наносить кистью кабуки или спонжем, то довольно такое неплохое покрытие. Я тоже много раз хвалила эту пудру. И что касается более бюджетных аналогов, то у бренда NYX есть похожая пудра. У Sephora и вот Pupa. Pupa тоже есть у меня. Такой же финиш. Шикарный благородный лоск на лице. И меньше ощущается на коже. Вот как-то она сейчас даже больше в моих фаворитах. И, конечно же, мама пользуется метеоритами. У нее оттенок Mirium. И посмотрите. Не только я пользуюсь так метеоритами, что это видно. Моя мама также. И это, вы знаете, финишная пудра. Кто-то любит, кто-то нет. Мне и на себе нравится, и на маме. И, в принципе, я знаю так много людей, которые фанатеют от этой пудры. Просто хотя бы в магазине попробуйте. Но мне нравится оттенок Mirium именно. И больше в холодное время года. Это румяна. С румянами такая история вообще с помадами, с карандашами, с тенями для бровей, что вовсе не обязательно покупать что-то дорогое. Но так как у меня косметики и люксовые в том числе предостаточно, я всегда делюсь со своими родными, близкими и разыгрываю что-то часто. Поэтому я маме, конечно же, привезла по большей части именно дорогое. Все дорогое. И вот румяна, которые есть у меня и которые я подарила маме, оба покупала, мне ничего не присылали. Хотя с мак у меня дружеские отношения. Просто это тот оттенок, который я сама готова покупать много-много раз. Видите, что мама тоже им пользуется, несмотря на то, что у нас разные оттенки кожи. Это цвет Денти. Сейчас не особо видно и камера не в состоянии даже передать того, как это выглядит на коже. Это оттенок Денти, персиково-розовый. Румяна от Клиник. Довольно темные. Это 01 Ginger Pop. Просто очень красивый цвет. И еще мама любит румяна от Estee Lauder. Просто они не слишком пигментированные. То есть вот прям, знаете, в меру. Так, как надо. Не надо ни больше и ни меньше. У меня другой цвет. Это у мамы 310 Pitch Passion. Более такие персиковые. И они, вот у них текстура просто легкая, знаете. Они не особо видны. Они не меловые. Но именно, знаете, что есть продукт. Просто есть красивый румянец. И не видно, что лицо чем-то наштукатурено. Тени. Мама очень любит делать дневные смоки с таким оттенком от Bourjois. Что это за цвет? Номерок 03. Вот. Это тауповый цвет. Это тауповый цвет. И опять же не слишком плотное покрытие. Говорит, что сейчас вот на быструю руку пользуются ими тени от MAC. Мама любит не слишком, вы знаете, пигментированное. Чтобы не было эффекта тяжелого макияжа. Прям дымка такая легкая. Это девяточки. Знаменитый от MAC. Самая лучшая. Ну как, не самая. Я ее очень люблю. Но хорошая подборка оттенков от Tarte. Я тоже маме подарила. Я покупала ее для себя. Но пользовалась ее не так часто. Тарталетка именно теплая. А у нее, видите, что такой приличный расход. И они более такие мягкие, что ли. Более как кремовые. Здесь в составе глина. Поэтому они и наносятся по-другому, чем тени от MAC. Маме нравятся вот эти тени от Too Faced. Хотя формула у них очень устаревшая. Они сухие. Сейчас есть гораздо лучше. Но вот как-то она их любить не смогла не показать. И последнее то, что я ей привезла. Это были тени от Pixi. Палитра Natural Beauty. При том, что моя мама не профессионал. С вот этими тенями, которые я вам показала. Ей просто сделать какой-то нарядный и повседневный макияж. И знаете, это тоже продукт из прошлого. Я привозила маме в другой упаковке. Это уже просто разваливается. Наверное, она у нее упала. Но у нее такой большой расход этого средства. Что тоже захотелось с вами поделиться. Хотя сейчас есть гораздо красивее хайлайтеры. Но мне он тоже нравится. Это Bobby Brown оттенок Pink Quartz. И, честно говоря, у меня какие-то такие приятные воспоминания с этим продуктом. Так что, если бы он у меня снова появился, я бы им пользовалась. Это все помады, карандаши для губ. Приблизительно все так, как у меня. Но это то, что вот самое-самое любимое у моей мамы. Наверное, везде на свадьбах принято благодарить родителей. И вот Паша с Валей придумали, или им кто-то подсказал. Я не знаю точно, подарить родителям альбомчики. И это настолько классный подарок. Это, кстати, мой брат. Реально, я не знаю, кто его фотографировал. Но фотка прикольная. Я даже подумала, что откуда-то из интернета. И здесь собраны все наши семейные фотографии. Это, кстати, единственный раз, когда папа был у меня в Польше. Это после свадьбы или перед свадьбой. Я уже как-то и не помню. Но это в Закопанном. Мы все вместе. Это нас фотографировал Тома. Кто же? Вся моя семья. Мама, папа. Вот тетя с двоюродной сестрой справа. И Пашка совсем еще такой малой здесь. А здесь справа уже постарше. Много таких фотографий, о которых даже я забыла, честно говоря. Они сами выбирали. И для мамы в большинстве случаев это был сюрприз. Какие-то фотки не были еще в формате на компьютере. Они просто фотографировали их и вставляли уже. Это вот мама с братом приехали к нам с Томаком, по-моему, через год после моего переезда. А это наши свадебные фотографии с Калинией. А куда вы летите? Польшу. Польшу. А ты знаешь, что с набитым ртом не говорят? Шли, уже собрались вылетать, но у нас много времени. Мама, дай бутерброд. Дай бутерброд. И вот теперь пришли в ресторан, будем пить капучино, но со своими бутербродами. Как они меня на это развели, я даже не знаю. Это слайм. Это ужасно. Фу, какой кошмар. Это такой, знаете, как лизун был в детстве. Современная версия. Под названием слайм. Это очень неприятно. Буду готовить малым завтрак. Мне понадобится сыр рикотта. Он здесь очень популярен и продается в каждом магазине. Корица, сода, разрыхлитель, маслянка. Это типа как кефир, но она не такая кислая. И яйца. Еще мука. Сейчас расскажу, что и как делаю. Смешиваем муку, соду и разрыхлитель. Я все тут разделила, потому что у меня кокосовая мука, а у мальчиков обычная. Отделяем желтки от белков. Белки сейчас буду взбивать. И вот к муке я добавила желтки, сахар, немножко ванильного сахара. И буду заливать маслянку. А у меня здесь, как обычно, вот такая ванильная стевия. Теперь все перемешиваем и взбиваем белки. Вот эту кашицу с мукой, желтками, сахаром и маслянкой я буду выкладывать рикотту. Скорее всего, буду взбивать немножко миксером, чтобы не было никаких грудок. И потом уже ложкой соединю это все с белками. И все, практически готово. Осталось пожарить и будем завтракать. Долго не мешайте тесто, нам нужно, чтобы оно осталось таким воздушным. Разогреваю сковородку, немножечко добавляю кокосового масла, у меня специальное для жарки. Выкладываем тоненькими оладьями, жарим на маленьком огне и следим, чтобы они не пригорели. Видите, они тут спокойно себе подрастают, где-то 3-4 минуты с одной стороны и со второй. И вот эти классические, они гладенькие, а мои на кокосовой муке имеют вот такую текстуру. Она как-то более плотная, чем обычная мука и всегда так получается. Их я буду жарить чуть меньше, потому что они могут прилипать и подгорать. Такая нежнятина получилась. Мальчики будут есть с корицей, они и так сладкие, поэтому я не посыпаю сахаром. Но можете полить сиропом из агавы или медом. Я им еще сделала здесь коктейли из черники, но я буду есть с ягодами. Слава богу, мы уже дома добрались без приключений. И вчера вечером я сделала новый маникюр. Изменила форму, мне захотелось эффекта голых ногтей, поэтому я по-быстрому все пообрезала, поподтачивала. Кстати, в инстаграме я показывала, чем я делаю аппаратный маникюр. И, ну так вкратце обо всем, если вы еще со мной не там, то присоединяйтесь. Я все сохранила в хайлайтах, в истории, да. И сейчас у меня на ногтях и в качестве базы, и цвета, и даже топа, просто два слоя вот такой вещи от Semilac. Очень густой гель-лак, но он не растекается, мне с ним очень легко работать. И посмотрите, как естественно это выглядит. Даже в качестве оттенка для френча тоже замечательно подойдет, потому что он такой нежно-розовый, полупрозрачный. И, ну в общем, я очень довольна тем, как у меня все получилось. Я была в Киеве, ну не совсем в Киеве, в Киевской области, в Украине. И мне посоветовали девчонки в Элмарте, в Абухове, зайти в магазин. Я там купила вот такую штучку, чтобы цвета просто сделать для себя, накрасить, чтобы помнить, как это выглядит в реальной жизни. Потому что не всегда вот этот цвет на упаковке соответствует тому, что внутри. И там мне посоветовали вот такой гель-лак. Девчонки писали, что если у меня хорошая база и топ, то все равно какой цвет. Я давно хотела купить себе шоколадный оттенок. Сейчас аккуратно открою, покажу вам. Он просто восхитительный. Поставила его здесь, чтобы он не перевернулся на мой ковер. Очень темный оттенок, как черный шоколад. Или гнилая вишня. Здесь есть немножко краснинки на осень, просто бомбезный. Попробую, потом расскажу, как носится. 135-е. Если вы пользовались этими гель-лаками, то тоже напишите о своих впечатлениях. Потому что девчонки писали, что не все цвета у них удачные. И также, если вы живете в Польше и знаете, где можно купить люксио, то тоже поделитесь контактами. Потому что в Абухове не смогла найти. Я балда, так быстро собиралась к маме, что забыла привезти ей сувениры из Португалии. Но зато покажу вам, что я купила для себя, родных и близких. Точнее, не я, а мы с мужем, потому что выбирали вместе. Давайте распаковывать. Ну, конечно, конечно, мы купили сардины. Причем в разных соусах. Я как-то продевала все фирменные магазины. Были в самом последнем, вот этом, Пинго Дочи. И у нас это Бедронка в Польше, если вы не знаете. Это один концерн. И у них хорошее качество продуктов. Так что я уже взяла 4 баночки там. В натуральном, типа как бульоне, наверное. В томатном соусе что-то остренькое я также выбирала. И посмотрите, какие классные магниты мы нашли. Они ручной работы. Я вам говорила, что Португалия славится керамикой. И вот эти, они такие прикольные, не банальные. Правда, и одну из рыбок мы обязательно оставим себе. Своей тете я взяла вот такой магнит. Тоже не привезла. Тетя Валя, если ты смотришь, привет тебе. Приезжай к нам, твой магнит уже здесь. Вот в этих магазинах в Лиссабоне. Мне очень нравилась керамика. Так что я немножко разгулялась. Ну как, относительно. Еще один магнит. Конечно же, рыбка. Она мало похожа на сардину. Но, во всяком случае, отличается от этих. И, не знаю, наверное, эта рыбка будет для мамы. Потому что она особенная, такая прикольная. А нам мы взяли вот такую штуку. Это подставка под горячее на кухню. В сером цвете. Очень-очень красивая. Со второй стороны из пробкового дерева. И я уже не могу дождаться, когда положу ее в нашей кухне. Она очень хорошо подойдет. Настя и себе взяла вот такие пробки для вина, для оливкового масла, для чего угодно. Два в одном получилось. Португалия является крупнейшим производителем всего из керамики и из пробкового дерева. Я не знаю, какую из этих пробок я оставлю себе. Но, обе очень симпатичные. И все они разные. Сначала казалось, что одинаковые. А потом начинаешь присматриваться. Нет. Конечно же, это ручная работа. И мелочь, но приятно. Взяла Настя вот такую подставку. Опять же, под горячее. Из пробкового дерева. И здесь покрыто какой-то краской. Белой. Со второй стороны самая обычная. Для Насти будет вот такой сувенир. И, кстати, именно она как-то вдохновила меня на поездку в Португалию. А я подговорила мужа. И мы остались очень-очень довольны. Все. На этом будем прощаться. Вот такой простой, самый обычный влог. Ничего сверхъестественного не произошло. Но, надеюсь, вам было интересно. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok